Приветствую вас, спасибо за то, что пришли на очередной выпуск программы «Политика с Базаром Андреем». Мы ее постоянно снимаем, постоянно темы актуальны есть, которые мы поднимаем. Мне кажется, что тематика так называемых иностранных агентов в Украине всегда будет актуальна, при любом президенте, при любой системе власти. Мы уже как-то с Алексеем разговариваем на эту тему, на одной из программ. И вот сегодня мы в таком расширенном составе. Инициаторы, геологи «Киевстратпро» собрались, и у меня такой вопрос. Как вы думаете, вот эта дискуссия о необходимости принятия закона об иностранных агентах, насколько она реальна? Ведь речь идет не только об иностранных агентах Российской Федерации. Иностранные агенты, может быть, любого другого государства. Это может быть не только государство, там могут быть международные фонды, там могут быть международные инвестиционные компании. Этот закон и вообще борьба на законодательном уровне с этими агентами нужна сейчас Украине? Или это все иллюзии, балочки, как говорят, для политических целей? Какая ваша точка зрения в этом вопроса? Я уверен, что она не просто нужна. Этот вопрос не назревший, а перезревший. Понимаете, если мы будем говорить об иностранном влиянии, понятное дело, что ни одна страна, которая не входит, ну, скажем так, в пул самых крупных стран, она не может быть абсолютно, скажем, независимой от чьих-то влияний. Она вынуждена в любом случае учитывать какие-то интересы. Вот как раз наш президент Владимир Александрович Зеленский, в Мюнхене выступая, скажу честно, мне по ключевым моментам речь его понравилась, он обратил внимание на это и сказал о том, что да, к сожалению, в мировых просторах, так скажем, в вопросах мирового устройства больше преобладают интересы крупных игроков, а интересы маленьких стран, они не учитываются. Это так и есть. Но, в принципе, вопрос заключается в том, на мой взгляд, что можно учитывать чьи-то интересы, договариваясь с кем-то, входить с кем-то в союзы, с кем-то не входить в союзы, с кем-то находить просто какие-то паритеты. Но это совершенно разные и отличные вещи от иностранного влияния, а тем более от влияния каких-то международных организаций. То есть, получается, нужно идентифицировать и вычленять международную финансовую структуру и человека, связанную с структурой, от соответствующей страны. Это как коронавирус. Он произошел с Китая, но это не означает, что это Китай. И нужно бороться с Китаем, правильно? Абсолютно. Я с вами здесь абсолютно согласен. Смотрите, я не буду скрывать, мне нравится то, как позиционирует себя нынешний президент США Трамп. И то, что он работает над интересами Америки. В принципе, любой лидер любого государства должен работать над интересами своего государства, а не чужих государств. И тем более не международного финансового капитала или каких-то фондов, банков международных и так далее. Позиция понятна. Кирилл, какая ваша точка? Не, ну позиция, да. Я, к сожалению, вынужден... Вы поняли идею. То есть, я, кстати, об этом недавно подумал, когда смотрел одно из интервью известного политика. Он говорит, вот фонды, те и те политики работают в интересах того-то фонда. То есть, в интересах США. Но тут все не так-то просто. Потому что у самих американцев, и вы это знаете, как человек, который прожили, есть разные сферы влияния. Как это правильно воспринимать? Ну, во-первых, если рассуждать с украинской позиции, то в данный момент намного тяжелее найти сферы жизни государства, где нет иностранного влияния. Поэтому закон об иностранных агентах, кажется, как минимум... Лично мне кажется, уже не очень актуален. Он опоздал. По факту 90-90% у нас, обратите внимание, ключевые законы принимаются при условии и под влиянием тех или иных международных институций. Ключевые законы о земле. Сфера внешней политики, она тоже уже абсолютно... Ее сложно назвать самостоятельно, сейчас внешнюю политику. Поэтому этот закон опоздал и для... С моей точки... Хотя, безусловно, он необходим. С другой стороны, для того, чтобы бороться с иностранным влиянием, нужна субъектность. Нужна субъектность. То, о чем говорит Алексей, когда... Нужна субъектность. ...свестирует речь президента. Да, к сожалению, но речь президента, она красивая и правильная. И хорошая вот субъектность. Не задалось субъектности уже нет. Это, опять же, мое личное мнение, но тем не менее, я готов его отстаивать на любой площадке. Когда финансируются те или иные министерства, наполовину, на две трети, из средств иностранных фондов, USAID, фонды развития демократии, можно говорить о Соросе, еще о Кумтаркфиллере, о Хароншильдах, не суть. Да, поэтому, безусловно, время необходимо разграничивать, необходимо понимать, да, что финансируется извне, что привносится извне. Но делать это должно государство. В случае с Украиной получается так, что одни иностранные институты пытаются перекрыть кислород другим иностранным институтам, даже больше влиять на Украину. Но ни в той, ни в другой сфере интересов государства. То, о чем мы говорим, мы говорим о субъектности. Не нужно путать силу стран определенных, которые связаны с теми или иными международными фондами. И нужно отличать соответствующий фонд. Вот Гюлен, о нем часто говорят, я его называю турецким Соросом, потому что его фонды, они много где. Но это не означает, что он представляет Турцию, потому что он сегодняшний соперник, как на Гана. Алексей, вы как практикующий адвокат, который глубоко-глубинно изучает некоторые проблемы украинского общества, как вы считаете, вот этот аспект внешнего влияния международных фондов и людей, аффилированных с этими фондами, Кирилл прав, действительно он прав, что уже очень много украинцев связано с теми институтами. Когда ты начинаешь чапать, трогать, он говорит, нет, 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 я ж украинец, это не потребно работать, потому что я за рады, за рады интересов Украины все равно. Как в этой ситуации юридически действовать, когда мы должны поймать, когда кого работает тот или иной человек? Смотрите, я вот вернусь к той мысли, на которой я закончил, чтобы перейти к тому вопросу, который вы задали. Если мы берем какую-то страну, США, Россию, еще какую-то страну, если я имею в виду из крупных игроков, там Британия, Германия, Франция, ну любого, Китай, мы понимаем о том, что действительно каждая страна имеет свои интересы. Каждая страна обязана отстаивать свои интересы и в силу своей мощности экономической, военной и другой, она их отстаивает. Поэтому считать кого-то плохим или хорошим нельзя, а не просто каждый сам за себя. И мы в этом контексте должны понимать, что мы тоже должны быть сами за себя и отстаивать исключительно интересы своего народа и своей экономики. Вопрос в чем? Я хотел бы здесь действительно обратить внимание на такие аспекты влияния. Если мы говорим, допустим, о влиянии внешнем, вот скажем, когда есть влияние, допустим, было влияние России, то будем откровенны. По сути, скажем так, у них получался как бы монолог с властной верхушкой. Ну, до 14-го года. С какой-то частью или всей властной верхушкой. Но ведь у них тоже были сферы влияния. Вопрос другого. Вопрос, да, это понятно. Я говорю о том, что они, по сути, влияли только на органы власти. Ну, вот так вот. То есть, они нацеливались на это. Да. Почему они сугубо и проигрывают во многих аспектах кругом? Геополитическом. Да. Но они используют реформу. Нет, это понятно. Их интересовало только те, кто находятся при власти. При этом, если они поддерживают при власти каких-то коррупционеров и тех, кто, скажем так, проводит чисто свои интересы, они всегда ассоциируются именно с ними. И они всегда, возможно, только рассчитывать только на то, что их будет поддерживать власть. Касаемо других стран. В принципе, если мы берем государственные институты, то в основном государственные институты в их странах тоже всегда работали с органами власти. Но если мы берем вот как раз эти всякие международные организации, то, во-первых, я действительно их не хочу ассоциировать с какими-то странами. Ну, конечно. Почему? Можно находиться, как вы сказали, в какой-то стране. Ну, спорная позиция, на самом деле. Нет, я скажу почему. Потому что, скажем так, какая-то власть, которая находится в какой-то стране, может их время устраивать. В случае смены власти она может их не устраивать. И тогда они тоже начинают бороться и против той власти в той стране, которая находится в момент какой-то там при этом. Я бы сказал, что сейчас, возможно, возможно, снова таки я говорю, мы стоим на пороге консервативного ренессанса. То есть, возвращение, возможно, на международной политике к тем ценностям, которые были когда-то. Плохие они или хорошие, в международной политике не бывает плохого и хорошего. Есть паритеты. Но эти паритеты, они должны соблюдаться. Так вот, что касается международных этих организаций, смотрите, то, о чем мы тогда с вами говорили. В принципе, вкладывались деньги в будущее. То есть, когда русские, откровенно говоря, работали с властной верхушкой и постоянно хотели договариваться и договариваться только с теми, кто находится при власти, то эти работали с обществом. Они работали с молодежью. И работая с молодежью, они создавали фонд, когда они вырастили поколение, большое поколение людей, не всех, конечно, да, которые будут поддерживать определенные идеи. Они ведь учились в университетах, им давали помощь. Антигосударственные идеи, я тебе прошу заметить. Они, скажем так, где-то получали деньги какие-то, понятное дело, за какую-то свою деятельность. Но вот когда мы говорим «активисты», что это такое? Вот человек, подожди, я хочу… По активистам перейдем. Нет, вопрос заключается в том, что активисты, те, кто называют себя активистами, есть активисты, которые, в общем, идут и чистят речку, идут и убирают парк. Есть активисты, которые переживают за какие-то процессы. А есть то, что называется активистами. Сейчас мы отдельно об этом говорим. Кирилл, вот смотрите, действительно, есть же программы определенные, которые финансируют эти фонды, скажем так. Мы сейчас не говорим о конкретном фонде, вот в целом говорим. Которые направлены на социально-гуманитарные проекты. И многие из них, они не несут вред государству. Но есть проекты, которые аккуратно инспирируются этими фондами, и которые в интересах конкретного фонда. Как расчленят. Потому что я не сторонник того, чтобы мы запретили деятельность этих фондов. Я сторонник их принудительной идентификации и их людей в Украине. То есть, когда выходит, допустим, Барашков на интервью. И сидит, а это адвокат, он специалист по миграции. Бибель это международник по правовым вопросам. Я ассоциируюсь с тематикой Донбасса и международных. А вот тут Пупкин, это же представитель вот того. А сейчас, получается, они выходят. И их люди воспринимают как исключительно патриотичные настрои. То есть, разумеешь, потому что они лучше знают, какие из представителей, что они и патриоты. А иншие пророссийские. Потому что на русском разговаривают. Ну, безусловно. Как бороться с такой диалогом? Хорошая манипуляция. Абсолютно согласен, Андрей. Значит, первое, что нужно понимать. Я буду крапать. Первое, что нужно понимать. Я не верю. Есть масса примеров. Потому что любые иностранные фунды, подчиненные иностранному капиталу, имеют целью улучшения в третьей стране каких-либо процессов. То есть, это или долгосрочные проекты с целью получения долгосрочных дивидендов, или это краткосрочные проекты с целью получения краткосрочных дивидендов. Это первое. Второе, по поводу идентификации. Не секрет, что большинство организаций поднимали знамя, якобы прекрасный знамя борьбы с коррупцией. Под борьбу с коррупцией можно… Да, это хайповая. Абсолютная тема. Никто точно не знает, что такое коррупция и где… Кто борется. И кто с ней борется. Но обычно все борцы с коррупцией сами оказываются коррупционерами в конечном итоге. Или большие коррупционеры борются с коррупцией. Безусловно. Но основной целью, которую достигали всегда борцы с коррупцией – это разрушение системных госинститутов и каких-то системных процессов в государстве. Плохие или хорошие были – это вопрос третий. Но на место разрушенного всегда приходил кто-то так или иначе связанный с борцами с коррупцией. То есть это правило, к сожалению, может быть, к счастью, оно не знало исключений. По идентификации. Да, безусловно, идентифицировать можно было бы, но критическая масса, еще раз повторяю, к сожалению, я от своего мнения не могу отступить. А критическая масса в госорганах, в так называемых активистов, так называемых общественных деятелей, которые тоже хотели стать активистами или политиками, она уже давно перевалила это всех большинство. Очень сложно меньшинству бороться с большинством. Это довольно сложная и нереальная задача. Поэтому здесь, к сожалению, я думаю, что ждет не успех. Я как раз в конце нашей беседы по одному вопросу как раз хотелось знать касательно перспективы. Вот смотрите, он говорит, наш коллега Кирилл, что их сложно побороть, потому что мы в меньшинстве, а не в большинстве. Но ведь их идея не всегда разделяет большая часть общества. Более того, я могу брать конкретные их темы и показывать с точки зрения социологии и реального здравого смысла, что большинство, а часть общества их и не поддерживает. Вопрос земли. Яркий пример. Поэтому не всегда они выражают позицию большинства. Особенно если мы говорим об узком меркантильных, меркобуржуазных выражаясь, то еще и многие инициативы. Какая перспектива всего этого феномена, агентов, их акшелированных лиц в Украине в ближайшие годы? Какие варианты? Андрей, я как яркий противник любого внешнего влияния, будь то Россия, будь то США, будь то любые другие, тем более международные, финансовые и другие организации. Я еще раз подчеркиваю, я сторонник именно отношений, которые строятся исключительно на паритете и на защите наших государственных интересов. При этом я не соглашусь с Кириллом Вотчим. Их кажется, что их большинство. Их большинство, потому что их, возможно, по телевизору больше показывают, в прессе, они на каких-то сборах. Виртуальная реальность современная. То есть это виртуальная реальность. Но на самом деле большинство граждан, которые болеют и сердцем переживают за свою страну, и которые хотят, чтобы здесь было хорошо, и чтобы мы были по-настоящему независимы, и чтобы нам не указывали ни из какого внешнего центра, как нам жить, как нам работать, как нам строить свою экономику в своих интересах, а не интересах какой-то страны или еще хуже, международного финансового капитала. Исходя из этого, я думаю следующее. Если все-таки нынешняя власть пойдет по тому пути, что она, во-первых, примет закон об иностранных агентах, такой закон, который существует в США, например, и по которому четко определено, что может делать человек, а чего он, будучи иностранным агентом, не может делать. И если он действительно проводит какую-то конференцию, то там должно быть написано, что это представляет иностранный агент, такая-то организация. Идентификация. Идентификация. Но при всем при том, действительно надо переосмыслить всю систему госуправления. Надо уйти от этого навязчивого, уже многие, будем говорить, годы, тезиса о том, что нам нужны какие-то международные комиссии, какие-то международные эксперты, которые проводят конкурсы, которые кого-то куда-то назначают. Скажите, пожалуйста, как человек, который приезжает, который всю жизнь прожил где-нибудь в Германии, в Америке, в Мексике, в Австралии, как он может оценить, не зная, не наше законодательство, не наш язык, достойен этот человек работать или не достойен работать? Нам надо побороть еще вот что. Это непотизм, то есть назначение родственников и по дружеским отношениям, и землячество. Это две большие проблемы, которые у нас при назначениях на должностях в государственных органах, к сожалению, были и, наверное, еще есть. Вот если наш президент и если власть, которая есть в стране, поймет для себя и решит для себя, что надо где-то вот ставить точку и начинать отчет с точки зрения профессионализма и защиты от собственных интересов. Будут ошибки, понятно, будут ошибки и в кадровых вопросах, будут ошибки и в экономических вопросах, и во всем остальном. Но, когда большинство людей понимает, что то, что делается, это делается в их интересах, тогда оно будет абсолютно поддерживать власть и даже переносить какие-то экономические трудности и решения ради того, чтобы эта страна стала такой, чтобы мы хотели, чтобы не жили и внуки и правнуки, и чтобы она была субъектом политических и экономических отношений. Кирилл, какой прогноз у вас на ближайшие годы в контексте вот этой борьбы влияния агентов, в контексте инициатив гражданского общества, которые не согласны с такой позицией, в контексте появляющихся вот людей, таких как вы и я, еще больше появятся людей, которые будут противостоять. Какой прогноз? В контексте, значит, противодействия гражданского общества этим процессом, да, есть определенные позитивные перспективы, потому что в Украине все-таки остался плюраль изменения, осталась свобода слова, осталась свобода выражения того или этого мнения. Если будет позитив, возможно будет, но, скорее всего, он будет незначительный. Что касается ситуации в целом, то без коренного изменения, согласен с коллегой, устройства общественно-политического, которое, в принципе, не предвидится, будем реалистами, и поворотной точкой невозврата, которому стал Майдан 2014 года, да, который был направлен на лишение Украины субъектности, да, и способности принимать решения, в первую очередь, внутри страны, да. Вот, поэтому в этом контексте, безусловно, прогноз негативный, влияние будет усиливаться, если не произойдет неких серьезных внешнеполитических событий мирового штаба, которые заставят эти организации тем или иным образом переключиться внимание из Украины на третью страну, на какой-то другой объект. Очень интересный прогноз. Да, я думаю, что, ну, где-то правда посередине. Да, так как всегда. Да, да. В следующий раз мы поговорим о темах, которые не менее интересны для общества, и, думаю, возможно, будет с тем еще других гостей. Киевстратпром будет в дальнейшем планировать понимать важные темы для украинского общества, а не только для украинского общества, а вообще для постсоветского общества, для мировых, возможно, тенденций. Мы будем обрекать широкий круг экспертов, политиков, общественных деятельностей, обычных граждан, которые имеют свои точки зрения, свою позицию по тем или иным вопросам. И я бы хотел, чтобы еще больше людей появилось с активной медийной позицией. Не нужно бояться высказывать свою точку зрения, особенно тогда, когда она не носит антигосударственного характера. Если она проукраинская и оппозиционная, ее нужно высказывать. До новых встреч!